Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому – развитие наших вооружённых сил. То, что происходит в мозгу, главном мозгу Российской Федерации, а он себя считает ущемлённым, обиженным, обложенным со всех сторон, и, соответственно, его психология всё более агрессивная, потому что известно, что любое животное, загнанное в угол, начинает идти в атаку. Это психологическая составляющая. А вторая, более важная, это чисто функциональная. Чем хуже идут дела в экономике, в культуре, в СМИ, в социальных проектах, тем больше приходится переносить центры тяжести в смысле мобилизации и консолидации на страшилки. Кругом враги надо сплотиться, дать отпор, а сплотиться вокруг кого? Известно вокруг кого? Так что в этом это тоже понятно. Мы замыкаемся, экономика делается хуже, мы делаемся всё более замкнутыми. До тех пор, пока рогом не упрёмся в стенку материальных ограничений, как это произошло в конце Советского Союза. А как вы думаете, разрушенные дороги в проволках, развал медицины, образование – это происки западных стран? Это происки дураков в наших властных структурах. Жадность, корость и недальновидность. И никакие, как бы, враждебные страны к этому отношения не имеют. Развал медицины, здравоохранения, образования – в этом виноваты недружественные нам страны? Да нет, конечно. А кто виноват? Сами мы и виноваты, получается, в нашем правительстве. С Путиным хорошо всё, молодец он. Что он сделал? Да много чего сделал. Войны нету, все спокойно, живём хорошо. Чувствуется ли вам, что вы живёте в сверхдержаве? А, ну да. Думаю, да. Самые главные достижения нашей страны? Блин, это что, сильные? А чего они хотят-то? Кто? Америка-то? Они хотят всем владеть, походу, чтобы всё это их было до самой Бериндеевки. А у них ничего не выйдет. Как раз вот сила такого рода режима заключается в том, что... Это от советской эпохи установка унаследованная. Она заключается в том, что люди верят в то, что кругом враги. Соединённые Штаты спят и мечтают завоевать Советский Союз. НАТО брецает оружием у наших священных рубежей и так далее. И эта модель вполне иррациональная, потому что на самом деле Соединённые Штаты в дурном сне не хотели бы оккупировать наши беспредельные просторы вместе с нашими проблемами. Им своих проблем хватает. Так вот, тем не менее, это абсолютно неразумная, сказочная модель. Она доминирует в мозгу большинства. И путинская вертикаль эту доминацию изо всех сил укрепляет, поддерживает, ссылаясь к подвигам великого прошлого и так далее. У Запада есть возможности вводить санкции, например, ограничивать там пользование долларовыми активами. Много есть возможностей. Правда, они не очень спешат ими пользоваться. А симметрично ответить Владимир Путин не может. Ну что, он может запретить поездку американским сенаторам на отдых на Колыму, может запретить им держать деньги в рублях, ещё он что-то такое может. Я не думаю, что это серьёзно несёт ущерб Соединённым Штатам. У Путина козырь один – это вооружение. Соответственно, он будет пугать Запад этим самым вооружением.